Я упал с обрыва, получается, и жена у меня беременная смотрела. Услышал хруст и сразу понял, где-то больно будет. Ну это уже такой не пацанский вопрос. Никто не ожидал, что Закарин тогда станет первым. Тогда была первая медаль для Росвела. Обычная жизнь велогонщика всегда остается за кадром. Для многих телезрителей существование этих отчаянных людей вмещается в несколько часов гонки. Но мало кто знает, чем жертвуют велосипедисты, чем рискуют ради попадания на Тур-де-Франц и другие знаменитые многодневки. Мы расскажем, почему шоссейные велогонки – это не просто вид спорта, это образ жизни, полной опасности и адреналина. Вика, телевизор смотришь, нет? Ты попробуй сказать что-нибудь у Ильнур, он впереди там едет, посмотрим, получится, нет. Ильнур, я тебе жену твою даю. Говори. Али, Ильнур, ты где, за мной, давай, давай. Сейчас ползать буду. Давай, давай, подбадривай, подбадривай его. Подбадривай, там колумбийц за ним едет в 20 секундах. Эта история не оставит равнодушным никого. Сам Закарин признается, у него до сих пор подступает ком-горлу, когда он смотрит эти кадры. На экране телевизора кажется все предельно просто. Гонщик лидирует и уверенно выигрывает. Но этой самой громкой победы в карьере Закарина могло не быть, если бы не жена. В 2016-м Ильнур взял тяжелейший горный этап Тур-де-Франц, а силы на последний рывок черпал в голосе своей супруги. Ехал, и мне вот так, алло, родной, по рации. И это вдохновило, то есть у нас полная взаимосвязь. Все может придать силы. Это ему придало силы, и он приехал один, победил. Я ему говорю, вот телефон жены, когда я буду выигрывать последние полтора километра, соедините меня с ней через рацию, через телефон. Он все записал и соединил. Я даже об этом не забыл совсем. Все знают, что я могу в середине гонки или в конце придумать что-нибудь такое, сказать, и это сработает. Так что, я думаю, это была хорошая идея. Колумбиец вообще меня не отпускал, понтанно. Он меня держал там 15 секунд, 15. И вот мы ехали там 4, 3, 2, и вот все. Кто-то сдался, и вот она, победа ушла. В жизни профессионального велогонщика все подчинено результату. По-другому не работает. Его семья – часть большого велосипедного мира, где есть место не только слезам радости. За два месяца до успеха на Тур-де-Франс Ильнур угодил в страшную аварию. На одном из этапов Джиро де Италия россиянин вылетел с трассы. Как итог, сломанная ключица и несколько недель в гипсе. Жена у меня беременная смотрела. И вертолеты это все снимали. Я не мог двигаться, я был в сознании, но просто я не смог встать. Это очень тяжелая работа, по-другому не назову. То есть те профессиональные деньги, те профессиональные контракты – это не просто так. Ну, она в ступоре сидела. И я потом через часов 5, наверное, только на связь вышел, сказал, что все нормально. Без поддержки семьи, ближайшего окружения не обойтись профессионалом никак. Эта поддержка – это просто вот фундамент. А не было такого, чтобы когда-нибудь супруга говорит, слушай, Ильнур, я не могу просто смотреть на это, как ты падаешь, как это опасно. Уходи, пожалуйста. Больше мама, наверное, говорит, может, типа, хватит уже. Она в возрасте и нервничает постоянно. Но жена – нет. В основном не говорит, она только поддерживает. Она как бы приняла этот стиль жизни. И как бы мы вместе идем. Вместе и в горе, и в радости – это про закаренных. Да это про любого профессионального гонщика. Велоспорт быстро развивается, появляются новые технологии, велосипеды. Но неизменно одно – исключить падение и завалы практически невозможно. Это нужно просто принять. Вань, ты уверен, что хочешь встать? Что? Ищица, ну, так глядите, похоже. Ну, да. Кровикла. Июль 21-го года. Тур Сардинии. Третий этап. Иван Ровный падает за несколько километров до финиша. Мы видели это своими глазами. Ехали в машине сопровождения. Все так быстро произошло, что даже… Ну, я не помню, как это было. Когда понял, что, ну, что-то не так с ключицей? Понял сразу же при падении. Почувствовал, не почувствовал, услышал хруст. И сразу понял, где-то больно вы. Какая скорость была примерно вот на тот момент, по твоему ощущению? Ну, наверное, 50-60, по-моему. Павел Кочетков порвал себе локоть на скорости свыше 70 км в час. Причем в этот же день. Российская команда «Газпром Русвела» заканчивала тур Сардинии в усеченном составе. Ровному сделали операцию на ключице. Кочеткову пришлось штопать кожу на руке. Конечно, морально это тяжело для всей команды. Но я вам скажу, что Паша в 5 часов утра приехал, в 8 часов он был как штык на завтраке. И лез в бой. Мне пришлось его отговаривать. Проснувшись, адреналин уже спал. Раны дали о себе знать с удвоенной силой. И, в общем, с доктором и с Дмитрием Кулашевым мы решили, что лучше не стоит совершать эти ненужные геройства. Ехать сопли, жевать смысл нет. Надо настраиваться. Конечно, не надо сломя голову куда-то мчаться. Головой думаем и все. Как распределить, где догнать, это уже твоя задача. Вот это называется регенерация в велоспорте. Потеряли двоих ключевых гонщиков, за ночь залатали дыры и снова в бой. Настроить команду после таких аварий – отдельное искусство. Дмитрий Кулашев им владеет в совершенстве. Падение, кровь, переломы – я думаю, это дело такое мужское. Но люди встают, продолжают ехать, не сдается никто. Я с Кулашевым уже очень давно работаю. И мы с ним понимаем, наверное, все вообще с полуслова. Приход лидеров такого уровня, вот даже возьмем пример Закарина, подтянул уровень всех остальных. Мы с ним едем на соревнованиях, можем поспорить по рации. Я говорю, спорим, я буду сегодня в тройке. Он говорит, ну давай спорим. На что спорим? Я говорю, ну давай кроссовки постираем. Или я ваше, или вы мое. И то есть это постоянно, то есть это такая, мы с ним очень хорошо именно общаемся. И как спортивный директор, как гонщик такое редко, скорее всего, бывает. «Газпром Росвело» сейчас единственная наша команда, выступающая на таком высоком уровне. В ней собраны лучшие представители российского профессионального велоспорта. От персонала до гонщиков. И это хорошая ступень для попадания в команды, которые выступают на крупнейших многодневках мира. Взять того же Александра Власова, который прошел с нами, начиная от юниоров, весь путь. И в тот момент, когда стало понятно, что он готов к переходу в мировой тур, несмотря на то, что у нас с ним был действующий контракт и на последующие сезоны, мы спокойно сели за стол и сказали, Саша, пора идти выше, пожалуйста. Отпустили его. И мы видим, что парень развивается. Парень на самом деле является одним из лучших гонщиков российских. Вот наша задача в глобальном плане. И я считаю, что мы с ней справляемся, потому что это не единственный пример. У многих из нас дома есть 6-килограммовые гантели. И вот эти два велосипеда приблизительно столько же и весят, ну, чуть-чуть побольше. Разница лишь в том, что цена у них совсем другая. И вот в моих руках сейчас приблизительно однокомнатная квартира в Подмосковье. Цена такого велосипеда от 10 тысяч евро. Главная часть, как ни странно, не колеса, а вот этот вот маленький процессор или мозги, как говорят сами велосипедисты. В него можно внести любую информацию по переключению скоростей, по рельефу любого этапа многодневки, ну и многое-многое другое. Ну, а питается он вот отсюда. Здесь спрятана вот такая вот батарея, которая, кстати, держит лучше любого телефона до трех недель. Те, кто гоняется на таких велосипедах, могут себе их позволить. Минимальная зарплата гонщика в команде второго дивизиона – 45 тысяч евро за сезон. А если говорить об элите, капитаны и те, кто бьются за общий зачет больших гонок, вроде Tour de France, имеют контракты посерьезнее многих футболистов российской премьер-лиги. Победитель большой петли этого года Погачер зарабатывает от 5 миллионов евро. При достижении результатов гонщики очень быстро прогрессируют в заработке, можно так сказать. Не то, что там 50 тысяч, завтра 60, это скорее там 50, 200, 500. Такие шаги большие. Но это отнюдь не закрытый клуб. Любой талантливый российский велосипедист может получить шанс проявить себя в «Газпром Росвела». Ну а в будущем сразиться на гран-турах с сильнейшими гонщиками мира. Если команда будет участвовать в элитных многодневках. Для того, чтобы нам быть более спокойными в этом вопросе, выход только один. России нужна команда мирового тура. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы будем развиваться и развивать наших спортсменов на высочайшем уровне велосипедного спорта. По составу, результатам, задачам наша команда вполне готова шагнуть дальше. Но это вопрос скорее будущих сезонов. Сейчас главные цели «Газпром Росвела» связаны с Эльнуром Закариным и Олимпиадой в Токио. На туре Сардинии команда обкатывала своего капитана для олимпийской групповой гонки. Хотя сам Эльнур перед стартом отказывался называть себя первым номером. Я не лидер на этой гонке. У меня главная задача – это Олимпиады. И сейчас главное аккуратно, без падения, выложиться. И после высоты мне вот как раз нужна эта гонка в качестве подготовки. И на Олимпиаде я уже буду на 100% готов. Это был удачный выбор. Потому что, как мы видели сегодня, температура у нас была 35-37 градусов. Я думаю, это лучший подход к климату в Японии. Так как я слышал, там сегодня 33 градуса было. Так что мы, в принципе, опережаем даже немножко график. Мы приехали сюда ради Эльнура. Он наш капитан. Мы боремся за общий зачет и на отдельных этапах. Но при этом понимаем, Зака надо беречь для Олимпиады. Сейчас он в хорошей форме. Мы знаем, как он может ехать в горах, как он силен там. Пока он не набрал оптимальную форму. Но команда ему поможет. Эльнура привезли. Первая часть гонки была очень нервная. Много было ветра. Его, в принципе, в мягком вагоне привезли до гор, где он себя хорошо чувствовал. В мягком вагоне что это значит? Ну, значит, везли, закрывали от ветра, привозили попить, поесть, покушать. Закрывали от всяких неприятностей. Ну, а в горах он уже у нас запарался с другими. Так что я доволен, в принципе. По сути, весь тур Сардинии Закарин проехал в мягком вагоне. Хотя и боролся до последнего этапа за общий зачет. Эльнуру важно было добраться до конца многодневки без травм и падений. На этот раз все получилось. Путь в Рио у россиянина был гораздо сложнее. Я просто там слишком многим пожертвовал, да. Я вот именно в этот же год я на джиро упал, лопатку, ключицу сломал. Потом я реабилитацию в Германии проходил прям за короткие сроки. Я стартовал на Тур-де-Франс. Спустя там две недели я сел на велосипед после поломки. И вот это все в темпе. Надо было в форму приходить. В этот же год я выиграл на Тур-де-Франсе этап. То есть подготовка была такая прям колоссальная. И я всего себя отдал, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Но в итоге все было впустую. На бразильские игры МОК выдавал российским спортсменам разрешение на участие. ЗАГ его получил, но за полтора дня до старта. Это было издевательством. Эльнур никуда не поехал. В Токио было проще, даже несмотря на антиковидные меры. Эльнур, доброе утро. Рассказывай, куда ты едешь? Доброе утро. Сегодня с утра пораньше встали перед гонкой. И в 7 часов утра поехали на тест делать на вирус, на коронавирус для Олимпиады. Тебя не напрягало и сейчас не напрягает без гимна, без флага. Вот это опять давление, травля. Меня не напрягает. Все знают, за кого я выступать буду. И тем более, если говорить о патриотизме, да, ты же своим детям не скажешь. Мне нечем вас накормить, но гордитесь, я патриот. И как бы это совсем не сходится. Все к этому готовы уже психологически. Эльнур 4 года назад, точнее 5 лет назад уже в Рио, к сожалению, не попал на старт. Той гонки, которая ему подходила по профилю, очень подходила. И мы знаем, что там были примерно аналогичные причины. Цель вообще моя – заработать медаль. Не важно, кто это буду, я или другие двое. Для меня важно, чтобы в дисциплине велоспорта России осталась медаль. В этом весь Закарин. Он будет рад, если с медалью вернется он, Власов или Сиваков. Но есть у Эльнура еще одна мечта. В этом году он хочет помочь начинающим велогонщикам из малообеспеченных российских семей. Расходы все на нем. Там у кого родителей, да, нету, у кого там 5 детей в семье. То есть такие случаи. И я возьму 10 детей и 10 родителей. И повезу их на Кипр. Там будут массажисты, механики, психологи, сопровождение. То есть все-все там глобально. И какой смысл от этого всего? Чтобы там ребенок получил какую-то эмоцию. И, возможно, он там полюбит велоспорт и будет дальше заниматься этим видом спорта. Продолжение следует...